Здравствуйте! С вами программа День Города и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Первый в истории худрук театра кукол Валерий Шацкий стал экспертом золотой маски. Рекордный размер. В Рязани построили самую большую байдарку России. Завидный жених. Рязанский парикмахер в поисках своей любви стал участником проекта «Давай поженимся». Губернатор Павел Малков возглавил бизнес-миссию в Китайскую Народную Республику. Информацию о поездке опубликовал глава региона в своем телеграм-канале. Цитирую. Нахожусь в рабочей командировке в Пекине. Программа очень насыщенная, запланирован ряд встреч и переговоров. Работаем над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок. В прошлом году Китайская Народная Республика заняла почти четверть общего объема внешней торговли Рязанской области. У нас огромный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества. Конец цитаты. Губернатор рассказал о достижениях агропромышленного комплекса региона. Рязанская область готова поставлять в Китай шоколад, конфеты, кондитерские изделия, муку, продукты глубокой заморозки. На встрече говорили о возможностях и механизмах поставок рязанских товаров в торговые сети КНР. Уже состоялась рабочая встреча с чрезвычайным и полномочным послом России в Китае Маргуловым Игорем Владимировичем и торг предом России в Китае Дахновским Алексеем Витальевичем. А также с Китайской торгово-промышленной палатой по вопросам экспорта продуктов питания, с Департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян. Обсудили перспективы партнерства по высокотехнологичным производствам. Художественный руководитель Рязанского театра «Кукол» Валерий Шацкий стал экспертом в «Золотой маске». Он вошел в состав Совета главной театральной премии страны в категории «Драматический театр» и «Театр кукол». Премия «Золотая маска» – престижная театральная награда, получить которую считается большой честью для каждого театра страны. В состав экспертов входят величайшие деятели искусства, мнение которых задает тенденции. Валерий Николаевич стал первым среди рязанцев, кто удостоился такой высокой чести, отметили в «Театре кукол». Валерий Шацкий служит в театре с 1979 года. Он является художественным руководителем театра Международного фестиваля «Рязанские смотрины», режиссером, актером, почетным членом УНИМа и заслуженным деятелем искусств России. С начала этого года отделение регионального соцфонда по Рязанской области назначило больше 600 пенсий по инвалидности. Назначают их в беззаявительном порядке. При том, как сами пенсии, так и набор социальных услуг назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов. При этом гражданам нет необходимости представлять в социальный фонд подтверждающие документы. В этом году региональное отделение социального фонда назначило больше 600 пенсий по инвалидности, больше 400 страховых и около 200 социальных. Кстати, в беззаявительном порядке. Пенсия назначается в течение пяти рабочих дней после того, как в социальный фонд поступят сведения из Федерального реестра инвалидов. Затем гражданину поступают уведомления на портале госуслуг о назначенной выплате или такое уведомление будет направлено посредством почтовой связи. Помимо назначения пенсии, соцфонд в проактивном формате осуществляет индексацию выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные выплаты. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Сюда входят лекарства, медицинские изделия, путевки в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках. Пенсию доставляют также, как и другие выплаты по линии соцфонда. Если таковых раньше не было, то можно выбрать способ получения по почте или на счет кредитного учреждения. Подать заявление о способе получения пенсии можно через личный кабинет на портале госуслуг, либо в клиентской службе отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ. В Рязани появилась самая длинная байдарка в России. На ней сплавлялись по лесопарку. Половодие позволило это сделать. Длина байдарки 51 метр. Длина такой байдарки 51 метр. Это всероссийский рекорд. В первый заплыв по Рязанскому лесопарку ею управляло 35 человек. Точнее, практически в половину меньше. Весла были у каждого второго. Причина – большая скорость. Курсового сопротивления она не имеет, не говоря уж о том, чтобы в поворот вписаться. Приходилось инструктору слезать с байдарки и поворачивать ее. А создал такую байдарку Александр Морозов. Три года назад он разработал свою байдарку под названием «Старт». И как только создали центральный отсек, то сразу же появилось желание собрать самую большую байдарку. Не было понимания, где это сделать, в каких условиях. Потому что либо на оке, но там течение, либо там на пре, но там повороты постоянные. А здесь это было буквально в понедельник. У меня сошлись звезды. Я понял, что можно это сделать в лесопарке. Тем более мы там организовывали прокат и сплавы по лесопарку. И плюс еще фестиваль. Все совпало. И приняли решение, что надо делать. Поэтического названия байдарки не придумали. Одноместная называется «Старт», двухместная «Старт-2». Соответственно, это «Старт-35», потому что собрана она из 35 модулей. У нас есть носовой кормовой модуль. Вот они такие остренькие. Из них собирается двухместная байдарка. Чтобы собрать трехместную, четырехместную, 35-местную, вот используются такие вот модули. Это обитаемый отсек. Туда садится один человек. И плюс еще помещаются вещи, соединяются. Вот такими вот крепежами. Три крепежа идут. Соответственно, с одной стороны и с другой стороны. Байдарка очень прочная получается. Первая цель выполнена. Байдарка попала в Книгу рекордов России. Следующая цель – Книга рекордов Гиннесса. Пока рекорд принадлежит шведам – 100 метров. Побить его планируют в августе-сентябре на московском грибном мероприятии. Там Александр Морозов представит 150-метровую байдарку. Чтобы наверняка. Парикмахер, стилист из Рязани принял участие в программе «Давай поженимся». На свадебное ток-шоу Михаила Грачева позвали продюсера передачи. Подробности узнала Кристина Бочкарева. Ребята, развивайте в спорте не просто силу, но и собственный функционал. Это очень важно. Тренировки до работы и после – это скорее не хобби, а образ жизни, рассказывает мужчина. Михаил Грачев делает стрижки и сложное окрашивание уже более 25 лет. На своем профессиональном пути проводил и показы на мероприятиях, и участвовал в прямых эфирах на телеканале МТВ Рязань. Теперь клиентов принимают в своей собственной, так сказать, брендированной студии. Несколько лет назад Михаил развелся и открыл в себе второе дыхание. Стал правильно питаться, позитивно мыслить, отказался от вредных привычек и начал ходить в спортзал практически каждый день. В принципе, спортом я занимаюсь всю жизнь, но после развода я стал уделять ему больше времени. У меня теперь уже более грамотное, сбалансированное питание. Мои тренировки 5 дней в неделю. К спорту я приобщил своих детей. Да, я живу с двумя детьми, у меня сын, дочь, они оба живут со мной, мы живем втроем, у нас большие успехи в спорте с сыном. Я похудел его на 30 килограмм за год, да, у него были проблемы с весом, но сейчас нормализовалось и питание, и вес. Я пропагандирую здоровый образ жизни от отказа алкоголя, потому что спорт и без того дает огромное количество энергии, эндорфинов. Внутренняя гармония в человеке всегда притягивает позитивные события, уверены психологи. Точно так и в жизни Михаила произошел неожиданный и приятный опыт. От парикмахера-стилиста позвали сняться в программе на федеральном канале. Предложение стать главным героем свадебного ток-шоу «Давай поженимся» мастер по стрижкам и окрашиванию воспринял не только как шанс встретить свою любовь, но и в качестве возможности заявить о себе. Я не подавал никуда никаких заявок, друзья. Просто мне поступило предложение поучаствовать в этом ток-шоу, и я сразу же с удовольствием согласился. Ну, не каждый день, да, вам предлагают поучаствовать в ток-шоу на первом канале. На первом канале, к тому же, с такими знаменитыми ведущими. Были прямые, жесткие вопросы, но теперь я знаю, что я готов участвовать в любых проектах, в любых передачах. Это выход из зоны комфорта. Это выход из зоны комфорта. Это ты слышишь себя со стороны, волнуешься. Не знаешь, какая будет реакция, Гассей, ведь это не тот пост, который ты можешь опубликовать и удалить. Это первый канал, это ведь вся страна. Три невесты-красавицы, конечно, оставили приятные воспоминания после общения на передаче, признается Михаил Грачев. Но вот в сердце никто не запал. Так что парикмахер-стилист снова в поисках спутницы жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Если вы еще не побывали на спектакле-променаде «Дух театра», следующий сюжет для вас. Что подразумевается под духом театра, каждый решит для себя сам после посещения спектакля. Действие разворачивается как в коридорах за кулиси, так и на сценах театра. Необычное приключение в театре драмы. Убедитесь сами. Удивительное чувство на мгновение ощутить себя артистом. Выйти на поклон лицом к лицу со зрительным залом, пусть даже пустым. А также пробраться в пространство над сценой, заглянуть в декорационный цех и гримерку, подглядывать за репетицией. Все это – 50-минутная прогулка «Дух театра». Интерактивная экскурсия, в которой аудиосопровождение в стереонаушниках чередуется с действиями по ходу маршрута. Главные действующие лица – сами зрители. Помимо того, что я проводник зрительский по за кулисию, я такой же участник, как они. Моя задача – это не только провести, но и также пронаблюдать за зрителем, за его ощущением. Я смотрю за состоянием человека, я смотрю, в каком он настроении, я смотрю, запутался он, не запутался, участвует, не участвует. Я прекрасно помню свое состояние, когда я еще не принадлежал к театральному миру, когда я ходил в театр, в первую очередь, как зритель, я вообще не представлял, что происходит за кулисами и что от моего взора скрыто. Я это состояние прекрасно помню, и я прекрасно понимаю, почему зритель хочет на это ходить и хочет это посмотреть. Признайтесь, заглянуть в за кулиси хоть разок хотелось бы каждому. Таинственный и волшебный мир театра, где рождаются и живут истории, которые мы, зрители, видим уже ограненными на сцене спектаклями. Как происходят процессы там, до выхода на сцену? Запрос на экскурсии по за кулисью стал настолько настойчивым, что променад не мог не появиться. Я сделала променад по улицам города. Мне показалась, это вообще классная идея, что была бы бродилка, уже заранее бы прописанная. Никому об этом не говорила, но все случайности не случайны. В нашем городе оказался Сергей Сергеевич Юнгенс, с которым мы общались. И он мне говорит, что бы ты сделала в театре, если бы можно было сделать все. Я говорю, ну, наверное, бы экскурсию в наушниках, чтобы было две ветки разнонаправленные, два маршрута, они бы пересекались, люди бы, придя на одну экскурсию, очень бы хотели попасть на другую, потому что они иногда видели бы других людей. Он сидит и говорит, а почему ты это не сделаешь? Зерно этого разговора попало в благодатную почву, и Екатерина села писать. Принимала предложение и редактура от других сотрудников театра, в частности, от Юрия Борисова, чей гениальный голос звучит на протяжении всей прогулки, делится с экскурсантами, воспоминаниями, наблюдениями и статистикой. Актеры – это как раз зрители. Кто-то заходит на малую сцену, садятся на зрительские места. Какая-то группа, наоборот, встает и идет сразу на сцену. Кто-то плачет на большой сцене, кто-то смеется, кто-то начинает танцевать. Всегда у всех зрителей, у всех участников разные атмосферные настроения. Скажем так, они создают атмосферу спектакля, несмотря на то, что у всех один и тот же голос в наушниках, один и тот же маршрут, и все действия нами уже как бы запланированы. Осталось добавить, что билеты на променад разлетаются мгновенно. А к следующему сезону в задумке у создателей – новая экскурсия. На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова